Всем привет и добро пожаловать обратно в криптовселенную. Сегодня мы поговорим о биткоине и проведем апдейт ленты поддержки бычьего рынка. Довольно интересный день, вам наверно интересно почему я не говорю об эфире к биткоину, у нас только что было недельное закрытие под точка 04 и причина в том что у меня не так много времени сейчас, так что я постараюсь сделать это завтра. Но да, эфириум к биткоину наконец дошел до обещанной области ниже точка 04. Это произошло, поздравления всем кто был в этой поездочке со мной, об этом мы поговорим больше завтра, а биткоин к доллару 58 тысяч 58,7 все еще под лентой поддержки бычьего рынка. Это просто была серия уменьшающихся максимумов и это интересно потому что на каждом таком максимуме активируется твиттер и все кричат что мы летим на луну и потом это в итоге просто уменьшающийся максимум. В какой-то момент будем надеяться биткоин сможет пробиться через эту структуру. Если вы посмотрите на возвраты цикла нет отрицания того факта что мы там где мы всегда были в этой точке цикла. Это то где мы обычно в этой точке цикла. В противовес возвраты от пика все еще немного обгоняем. Так что насколько я могу сказать биткоин делает что он обычно делает и я говорил ранее скорее всего он будет пилиться вот тут пока доминация биткоина не уйдет на 60 процентов. После того как доминация дойдет до 60 процентов вы можете увидеть как биткоин пострадает немного потому что эта ликвидность была вынута из рынка альткоинов. И потом идея в том что он идет вниз до значительного разворота от федрезерва. Это то что попросту произошло в прошлом цикле. Была вершина когда пробилось золото когда доминация USDT дошла до линии тренда и кстати я отмечал это и в этот раз и никому похоже не важно. Опять же вот здесь линия тренда биткоин падает довольно значительное падение каждый раз когда мы прикасаемся к этой линии тренда биткоин падает. В марте я это отметил золото пробилось я это отметил и это легко потому что кажется что каждый раз люди думают что все отличается и потом в итоге ничего не отличается. Это то же самое каждый раз раз за разом. И людям интересно как они могли еще раз это пропустить но ребята это именно то что произошло в прошлый раз золото пробилось. Пардон и я не там рисую но биткоин находит вершину когда золото пробивается. То же самое происходит в этот раз. Так что вам нужно быть аккуратным потому что эти вещи отыгрывают для тех кто хочет их рассматривать. И кстати еще одна вещь произошла и она почти завершилась я много об этом говорю. Это доминация биткоина когда она вот здесь пробивалась обратно по фибоначчи. Биткоин к доллару нашел вершину в прошлом цикле когда доминация биткоина пересекала уровень 0.5 по фибе. Доминация биткоина вот здесь пересекла уровень и вот когда биткоин к доллару нашел вершину и потом доминация продолжила расти до 0.618 а биткоин к доллару падал и то же самое происходит в этом цикле. У вас вот фибоначчи на доминации биткоина. Биткоин к доллару находит среднесрочную вершину примерно в то время где доминация проходит через уровень 0.5 и потом она продолжает расти. Цель 60 процентов и она такой была всегда. Я говорил ранее если вы устаете если этот рынок вас выматывает. Если у вас есть биткоины и вам интересно что делать или у вас есть наличные и вам интересно где покупать вот что делает рынок. Он получает такие движения и остальной рынок никуда не идет потому что биткоин все это время вымывает рынок альткоинов по мере роста доминации биткоина. И биткоин не особо сдвинулся за исключением слегка уменьшенных максимумов. Кто-то пытался мне сказать что это просто боковик. Ребята называйте это тем что есть. У этого явно медвежий оттенок уменьшающиеся максимумы и минимумы. Так же как здесь увеличивающиеся. Но что стоит отметить это то что пока биткоин к доллару падал вниз как бы шел вбок но слегка вниз. Доминация биткоина попросту росла все время. А она шла наверх когда биткоин к доллару падал. Мы отмечали этот сценарий много раз. Двадцатый простой. Сейчас в районе 62 с половиной. Двадцать первой экспоненциальной в районе 60 тысяч. Это будет нашим основным сопротивлением. Так же есть другие уровни сопротивления такие как 50 дневный и 200 дневный простой. Которые тоже являются каким-то сопротивлением. Смотрите и на это. Опять же я не буду затягивать потому что у меня дела. Но приятно видеть как цикл отыгрывает так как я говорил. Весь этот год это медленный процесс. Много людей были очень не согласны. Но вот мы здесь. И похоже что это отыгрывает. Знаете что я выпущу более длинное видео по эфиру с биткоином завтра. Но общий взгляд был в том что он всегда должен был уйти под точка 04 и найти дно где-то между точка 04 и точка 03. И вот мы наконец под точка 04.